В прошлом году Янаульское шоссе стало светлее для приезжающих в город гостей и жителей Нефтекамска. Силами Нефтекамского предприятия электрических сетей была построена линия протяженностью 3 километра. Установлены 67 опор с натриевыми лампами. Преимущество над ртутными светильниками давно доказано. Они позволяют экономить на затратах на электроэнергии при том же уровне освещенности. В этом году также планируется новое строительство. Это продолжение улицы Янаульской, это продолжение улицы Дертелинской. По Калтасинской дороге, это до границ городского округа, город Нефтекамск. В промышленной зоне по улице Автозаводской планируется строительство сети уличного освещения. Также в планах предприятия на этот год заменить на натриевые лампы освещения ртутных светильников в дворах и частном секторе. Наверное, одной из важных задач для электриков станет и продолжение работы по замене голого провода на самонесущий изолированный провод. Это позволит избежать отключения электроэнергии при сложных погодных условиях. Проводится большая работа по замене и ремонту кабельных линий. Я хочу сказать, что за последнее время у нас отключение по связи с выходом из строя кабельных линий или кабельных мофт у нас сведено к минимуму. Плюс к этому по воздушным линиям тоже очень много линий у нас переведено на самонесущий изолированный провод. То есть при ветре уже исключены такие моменты, как замыкание проводов. В общей сложности на капитальный ремонт в прошлом году было потрачено 12 миллионов рублей. Это замена и ремонт вакуумных выключателей, установка телеметрического оборудования. В этом году задачи серьёзнее. По инвестиционной программе заложено 29 миллионов, а на капитальный ремонт планируется освоить 13 миллионов рублей. Всё делается для повышения надёжности электроснабжения. Большое внимание уделяется и модернизации сетей и оборудования. К примеру, сейчас электромонтёры занимаются заменой ячеек с коммутационным оборудованием. В распределительных пунктах масляные рубильники меняют на более современные автоматы. Это нужно для того, чтобы вовремя отключить токи короткого замыкания. В плановом порядке, с производственным отключением плановых, с предупреждением потребителей, так сказать. Но они у нас не страдают от отключений, потому что у нас существует возможность резервирования питания с других подстанций. И, в принципе, переключение происходит оперативно, без, так сказать, погашения потребителей. По энергосервисному контракту проводится замена силовых трансформаторов, которые выработали свой нормативный ресурс 25 лет. В городе ещё остались трансформаторы 60-80-х годов. Поэтому износ оборудования составляет 55%. В 2015 году было заменено 15 таких трансформаторов. В этом году электрики обновят 20, а в 2017 – 30. Но кроме глобальных изменений, на предприятии занимаются и повседневной работой. Среди обязанностей бригады низковольтных сетей – обрезка в рожах провода веток деревьев. Но на работу на высоте привлекаются только по специальным допускам. Эта бригада низковольтных сетей обслуживает сети наружного освещения. Они все аттестованы и могут работать на высоте. Они проходят ежегодную аттестацию. У всех имеются документы. На предприятии трудится 210 специалистов, 55 из которых имеют высшее образование. Каждый день они обеспечивают бесперебойное, а значит, надёжное энергопотребление в Нефтекамске, Амзе и Николе-Берёзовке. Лилия Ахметова, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».